Ситуация в сельском хозяйстве катастрофическая. Большинство фермеров уже через пару месяцев рискуют обанкротиться. Об этом заявили десятки аграриев, которые сегодня вывели сельхозтехнику на национальной дороге в нескольких районах страны в знак протеста против политики власти. По их словам, они были вынуждены прибегнуть к протестам после встречи с премьер-министром Дарином Ричаном, которая оказалась безрезультатной. По словам аграриев, они надеялись, что их требования, выдвинутые ассоциацией силы фермеров, будут услышаны. Но в ответ получили лишь пустые обещания. Фермеры из Бричан, Единцев, Окницы, Бель, Сорок, Фалешт, а также из Каушан, Леова, Чмешли, Когула, Ханчешт и Страшен припарковали свои трактора на обочине дороги и несколько минут сигналили в знак протеста. А возле Леушен участники акции перекрыли одну полосу движения. Тудор-секреер Представитель ассоциации силы фермеров из Страшенского района говорит, что проблемы фермеров достигли катастрофического уровня. Рабочей силы нет, а помощь от властей остается только на словах. У нас нет людей для работы, налоги высокие, компенсации практически не перечисляются. И все это обсуждается с августа 2022 года. Они все откладывают и откладывают. Завтра, завтра, завтра. Мы надеялись, что будут взяты какие-то обязательства перед фермерами, чтобы мы не пропали окончательно. Нам обещали, но в любом случае есть сомнения, что долги по субсидиям за 2022 год будут выплачены к 1 августа этого года. Потому что долг за 2022 составлял 1 миллиард 400 миллионов леев. А на этот год в бюджет долг заложен в размере 1 миллиарда 500 миллионов леев. А на данный момент выплачено только 600 миллионов леев. Анатолий Раскуала из села Ворничен из Страшенского района работает в сельском хозяйстве уже 12 лет. Он владеет 150 гектарами садов, виноградников и зерновых культур. Мужчина говорит, что ситуация не просто критическая, а на грани жизни и смерти. Они аргументируют тем, что у них много работы, но субсидий не дают. Но почему вы тогда накапливаете новые долги перед аграриями? Те, кто продает через средства защиты растений, запчасти, дизельное топливо, банки в первую очередь. Весь интернет кричит о их очень хороших доходах. Возникает вопрос. Мы, которые несем всю эту тяжелую работу на наших плечах, если мы в конечном итоге обанкротимся? Может быть, что-то не так в этой стране? Национальный банк кредитов нет. В этом году подавляющему большинству фермеров было отказано в кредитах. Все 12 лет он упорно трудился в поле, чтобы был урожай. А сегодня, говорит Анатолий Раскуалы, когда аграрии столкнулись с серьезными проблемами, власти их игнорируют. Меня тоже не было в стране. Потом я вернулся и инвестировал в аграрное дело. А что в итоге получил? Я закопал деньги в землю. В этом году все-таки успел засеять. Нам приходится использовать гербициды, но у нас нет дизельного топлива. Это очень трудно. Сады, виноградники, зерновые. Я везде вижу убытки. Если цена на технический виноград не изменится, даже тогда, когда его еще не продают, о зерновых даже говорить нечего. Если власти продолжат кормить их обещаниями, фермеры намерены бросить возделывать землю и собираются уехать за границу. Деньги на повышение зарплат министрам 31 мая мы увидели, что нашлись. Где вы их нашли? Может быть, оставить министров и начать повышать зарплату не конституционному суду и министрам, а начать с учителя, врача, повысить пособия сельскому хозяйству. Вот это было бы дело. Вот так и развивается страна. Так мы это понимаем. Мы заключили договор с банком и взяли кредит под 11%, а они подняли нам процентную ставку до 22%. Это проблема для сельского хозяйства. Вести бизнес с такой банковской ставкой невозможно. Второй вопрос, который нас беспокоит, это вопрос с агентством по интервенциям и платежам. Там есть некоторые проблемы, потому что они не получают наши заявки. Мы в отчаянном положении. Мы не знаем, что делать дальше и как работать. Напомним, Ассоциация сила фермеров предъявила правительству ряд требований, среди которых погашение до 1 июля всех долгов по субсидиям за 2022 год. Выделение не позднее 1 августа 2023 года компенсации производственных затрат мелким и средним фермерам в размере не менее 3000 лев на гектар для сельхозхозяйственных культур первой группы. Временные ограничения импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. В случае, если Европейская комиссия проглит это ограничение для стран Восточной Европы после 5 июня.